Во временно оккупированном Мелитополе партизаны устроили такой себе пир работникам ФСБ, который и отправил их на тот свет. После того, как данный инцидент случился, были обыски в кафе. Чем же именно отравили захватчиков? И что происходит в Мелитополе сейчас, сегодня, об этом расскажем. Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны отравили офицера в ФСБ. У нас на сегодняшний день есть информация о том, что сопротивление в Мелитополе продолжает функционировать и как стандартными способами, когда у врага что-то где-то взрывается при кооперации между силами сопротивления, между спецслужбами и нашими военными. Также есть и нестандартные способы работы сопротивления на территории временно оккупированного Мелитополя. После вот такого обильного приема еды оккупантам знатно стало плохо и им потребовалась уже помощь врачей. А именно случай, который выглядел в Мелитополе следующим образом. Российские военные, которые находятся в одном из штабов Мелитополя, решили заказать себе еду в одном из мелитопольских кафе. После того, как им привезли эту еду и после того, как они ее съели, более 10 человек было доставлено в Мелитопольскую больницу с признаками отравления именно крысиным ядом. Ранее российские паблики сообщали, что в Мелитополе отравили офицеров ФСБ. Отравление произошло в конце прошлой недели. Офицеры заказали еду и алкоголь домой в одном из ресторанов. Такая себе доставочка. Также есть мне подтверждена информация, что некоторые из них не выжили. После того, как данный инцидент случился, были обыски в кафе, непосредственно с которого доставлялась еда. Кафе вывернули все наизнанку. Ничего там не нашли подозрительного. Но также и не нашли курьера, который непосредственно доставлял эту пищу. И это далеко не первый случай, когда украинские партизаны помогают оккупантам встретиться на концерте Камзона. Мы четко знаем о том, что и были случаи отравления российских военных на территории, временно оккупированной, и фруктами, которые уродили на территории, захваченной врагом. А также еще отдельными средствами, которые враг продолжает регулярно употреблять. Для того, чтобы они их не употребляли, даже вводят сухой закон, но тем не менее травятся они регулярно. Конечно же, этот месяц далеко не первый, когда российским офицерам приходится умирать в украинской земле. Так, во временно оккупированной Мелитополе 11 ноября был взрыв в штабе войск Российской Федерации. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в результате взрыва ликвидированы российские офицеры. Редактор субтитров А.Семкин